Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет о проблемах, которые возникают при выращивании рассады. Каждый садовод-огородник сталкивается с массой проблем и с массой вопросов, на которые мы ищем ответы. И сегодняшний ролик посвящен именно основным проблемам и болезням рассады. Первая проблема, которая очень часто возникает после того, как вы посели семена, ваши семечки зашли, но оболочка с росточков не уходит. Оболочка осталась на молодых листочках и не дает им полностью раскрыться. От чего же это происходит? Ну, наверное, одна из самых таких значимых причин, это слишком заглублено семечко было при посадке. Способ решения понятен, то есть при посадке семечек в грунт вы должны всегда следовать правилам, которые распространяются на данную, на данный вид культуры. То есть, как правило, почти все культуры мы сажаем не более чем на один сантиметр. Это первая причина. Вторая причина, по которой может быть не отделилась семя оболочка, это слишком слабое растение. Если у вас это единичные случаи, то есть вот в вашей емкости все растения взошли, хорошо, и одно растение осталось, или два-три осталось вот с этими оболочками, удалить их не надо. Это, как правило, растения, которые ослаблены, и потом они тоже будут отставать в росте, поэтому лучше от них избавиться. Если у вас растение, растение взошли и более там 50-60 процентов семечки вот с такой семей оболочкой остались, как же исправить положение? Ну, если вы накрывали вот такой вот сверху тепличкой или пакетом, то то есть семя оболочка вот эта достаточно быстро затвердевает. Если вы снимаете вот это пленочное укрытие или вот такое укрытие, то она достаточно быстро затвердевает. Как ей помочь размягчиться? Значит, мы ее накрываем, снова брызгаем, создаем там немного повышенную влажность для того, чтобы оболочка размягчилась. И, в принципе, должно растение сам и от него избавиться. Если количество росточков таких вот, как я сказала, немного вы удаляете, если у вас опять-таки же много, можно помочь еще вручную удалить эти семечки. Ну, помните о том, что вручную вы всегда можете повредить в растении, и гибель тогда его неизбежна. Поэтому очень аккуратно пинцетом или иголочкой можно помочь растению. Вторая проблема, которая достаточно часто встречается, это полегание рассады. Что же это такое? Внимательно осмотрите свои растишки. Если вы увидели, что рассада полегла и на стволике образовалась черный такой налет, это черная ножка. Как правило, уже бороться с таким заболеванием достаточно тяжело. Ну, если входы поражены в малой степени, то больные растения мы извлекаем с корнем и с небольшим количеством грунта и выбрасываем безжалостной рукой, не пытаемся их спасти, это бесполезно. И проливаем землю обязательно вот каким-нибудь фито препаратами, то есть которые помогут вам справиться именно вот с этой проблемой. И что самое интересное, очень часто задают вопрос, от чего же это происходит, почему? Ответ очень прост. Это переувлажнение почвы, излишний полив. Второе, где-то идет приток холодного воздуха. То есть мы можем даже не ощущать, что ваше окно подсаживает холодный воздух. Рассада очень уязвима и корни просто начинают болеть. Вот еще маленькие вот эти несформировавшие корни просто, как по-русски сказать, простывают. И третья причина, это слишком сильная густота семян на одном квадратном сантиметре, то есть загущены посадки. Здесь борьба простая, прорежем посадки. Если это холодный воздух, если все-таки вы поняли, что, значит, соответственно, мы делаем изоляцию, то есть кладем или пенопласт, или деревяшки, или просто приподнимаем данный ящичек над подоконником. Если это излишний полив, соответственно, мы сокращаем дозу и частоту полива. Одна из очень распространенных проблем, это недружные всходы. Когда мы посеяли семена и видим, ну что же это такое, в одном углу взошло одно растение, в другом углу другое растение, возникает сразу вопрос, от чего же это происходит. Начинаем ругать производителей, что они недобросовестные, однако это не совсем так. Очень часто эта проблема возникает из-за того, что мы слишком сильно заглубляем семена или неправильно подобранный грунт. Дело в том, что если грунт достаточно тяжелый, молодому расточку достаточно тяжело пробить вот этот земляной отрезок, который вот находится над семечком. Поэтому, что мы делаем? Не заглубляем семена, это первое. И я бы вам советовала, даже если у вас это очень хороший покупной грунт или еще лучший грунт, который вы приготовили сами, сверху вот опытнейшие садоводы используют, засыпают семена или вермикулитом, или каким-то другим рыхлым материалом. Можно использовать каков свой субстракт. Он очень мелкий, шелковистый и легкий, то есть семечку достаточно легко будет пробиться наружу. Еще одна очень важная проблема – это остановки рассады после пикировки. Это крайне часто случается, когда особенно молодые садоводы, огородники распикируют растения и неправильно это делают. Растения, как правило, останавливаются в росте и на длительный промежуток времени, ну где-то недели, две, три растение просто замирает. Помните о том, что у нас ролик есть о том, как правильно распикировывать растения? Ссылочку в комментариях я дам. Что вы должны помнить? Что при пикировке обязательно нужно усекать главный корень, то есть на одну треть корень мы отрезаем. Это способствует ветвению, появлению новых боковых корешков, соответственно, и растение не болеет. Если вы этого не делаете, то корни могут загибаться, спутываться, если они слишком длинные, появляются там пустоты, которые начинаются в процессе гниения и появляются патогенные микробы, которые просто наносят вред растению. Растение болеет. Также, если вы неправильно произвели пикировку, не уплотнили верхний грунт достаточно хорошо, не надо сильно уплотнять, но прижать грунт немного надо. Если у вас образовываются пустоты, которые тоже высушивают излишне, то есть там образуется капсула с воздухом, которая высушивает корневую систему и тоже, что способствует заболеванию растений. Поэтому грунт слегка прижимает, не сильно. Часто встречающая проблема, когда молодые растишки начинают менять цветовой окрас листьев. Особенно нижние листья начинают желтеть и скручиваться. О чем это характеризует? Как правило, характеристика тут одна. Растению не хватает питательных веществ. Нужно срочно, незамедлительно подкормить растения. Первую подкормку растения мы делаем через две недели после пикировки. Подкармливать растения нужно обязательно специализированными удобрениями. Вот здесь у меня на столе стоят именно те удобрения, на которых написано для рассады. Вот именно мы их используем. Как правило, удобрения, в которые написано для рассады, используют ту самую хилатную форму, которая очень легко усваивается растениями. То есть та форма, которая не вызывает закисления почвы. Помните об этом. Что еще можно сказать? Если у вас нет возможности купить вот такие специализированные удобрения, можете подкормить раствором мочевины. Обычной мочевины. Это 7-8 грамм на 10 литров воды. Но, соответственно, если у вас меньше объем воды, то, соответственно, рассчитайте. Это как раз вот тот самый азот, который жизненно необходим в растении на активном периоде роста. И, наверное, самая одна такая распространенная проблема, это когда ваша рассада сильно вытягивается. Очень многие говорят, ну что такое? Я все вроде бы делаю. Почему она так вытянулась? Почему и стоит на подоконнике? И все прочее, прочее, прочее. Помните, что рассаду мы, как правило, сажаем в февраль или же март. Особенно в феврале есть такие культуры, которые мы сажаем. Это перец, баклажан. Мы их сажаем действительно в феврале. Поэтому световой день короткий, растение катастрофически не хватает света. Катастрофически. Досвечивать растение обязательно? Обязательно. Световой день у растений должен составлять от 10 до 12 часов. Золотое правило. Чем больше света, тем выше температура. Чем меньше света, тем ниже температура. Это вот обязательное условие. Но помните, что соблюдение температурного режима, это тоже очень важно для рассады. Менее 14-15 градусов для молодых растишек недопустимо. Наверное, я все такие основные проблемы осветила. Помните о том, что перед тем, как высадить рассаду в грунт, вы должны провести закаливание растения. А это тоже обязательно для того, чтобы ваши растения как можно меньше страдали в открытом грунте. Поэтому уже где-то ближе по времени, когда уже наступает тот самый замечательный момент, и мы уже готовимся к высадке рассады, за 2 недели, 3 недели до этого начинаем выносить рассаду на прохладное помещение светлое, где она будет находиться несколько часов. Начинаем с маленького периода времени и затем увеличиваем. Тем самым будем закаливать, что способствует повышению иммунитета у растений. Думаю, что все проблемы я назвала. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Богатых урожаев. Пока!